Здравствуйте! Всем привет из Новосибирска! С вами Лариса. Сегодня я хочу сделать запеканку. Запеканка будет из кабачка, куриного филе, сыра и мы куриное филе сейчас замаринуем. Порежем мелкими кусочками, добавим немного горчицы, соль, перец и сметану. Оставим в стороне, пусть маринуется. Потом займемся кабачком. Кабачок вот у меня, в общем-то, молодой. Я его не буду даже очищать корочку. Я только обрежу, внутри посмотрю, если есть семечки, уберу, если нет. В общем, разрежу, посмотрю и будем натирать. И сок обязательно нужно будет отжать. Ну, насколько получится. В общем, кабачка я взяла вот таких вот два небольших. Куриного филе надо грамм 250-300, сметана 2-3 столовых ложки, ну, где-то 50-70 грамм сыра, горчицы где-то третья часть чайной ложечки у меня будет, два яйца, соль, перец по вкусу, ну, и смажем форму перед запеканием растительным маслом, где-то вот столовая ложечка. Ну, все, сейчас приступим. Так, сейчас порежем небольшие кусочки, большие не надо, вот такие вот кубечки небольшие. И сделаем так называемый, как маринад. Это с куриной грудки я вырезала филе. Я так порезала полосками, а потом вот так. Сначала повдоль, а сейчас поперек. Вот так. Вот прям маленькими кусочками, они хорошо будут с запеканки, их не надо крупно, чтобы было. Немножко жилки попадаются, ничего страшного, я их полностью совсем все не удаляю. Срежу только самые основные. А так ничего. Ну, вот здесь где-то 280, около 300 грамм у меня мяса. Вот так вот. Так, вот наше мяско. Сейчас вот у меня горчица простая русская. Сейчас сюда выдавлю. Ну, где-то вот так вот. Получается третья часть чайной ложки. Больше не буду, она крепкая. Вот сюда ее. Теперь наша сметана. Здесь 3 столовых ложки, тоже в мясо. Это вот как наш маринад будет. Все это будет стоять, мариноваться. Пока буду заниматься кабачком. Еще хочу 2 болгарских перца использовать. Люблю перец. Добавлю я в этот рецепт. Так, сметана и соль, перец. Ну, вот так вот перчика. И немножко соли. Все. Вот это наш будет маринад. Мы все будем смешивать все потом в кучку. Когда натрем кабачок, сок оттожмем, уже будем все делать вместе. Здесь уже постоит горчица, сметанки, мяско. Все, пусть стоит, маринуется. А я сейчас займусь кабачком и перчик болгарский. Меленько порежу. Сейчас натрем кабачок. Я вот прямо, видите, со шкуркой, потому что шкурка очень тонкая. Кабачок нежный, еще молодой. Ну, семечки чуть-чуть убрала, покрупнее. Внутри они будут смешать. А остальное все вот так вот буду натирать. Чуть посолю, оставлю, чтобы сок долой. И потом хорошо-хорошо оттожму прямо. Сок нам лишний не нужен. Молодой кабачок очень сочный, поэтому много сока дает. Мы будем это все отжимать. Я использую. Эй. Продолжение следует... Кабачка получится вначале, кажется, что много, а потом, когда отожмешь, его уже получается немного. Он весь ужмется, будет нормально. В общем, так мы будем дотирать сейчас все кабачки. Сейчас еще перчик порежу. Два перчика взяла еще. Я люблю, когда болгарский перец. Решила добавить. Так, миленько. Сейчас кабачок отожму и все. И будем уже полностью делать кабачковый такой фарш. Или как тесто его назвать. Все соединять будем в кучку. И все это все будем запекать. Форму хочу взять разъемную. Ее смажу и буду использовать. Сыр еще сейчас надо натереть. Потому что все будем вместе. И сыр вовнутрь все. Сыра можете побольше положить или поменьше. У меня где-то 50-70 грамм. Это небольшой кусочек. Я хочу сделать эту запеканку на ужин. Она у меня будет как диетическая. Поэтому сыра больше 50 грамм использовать не буду. Вы можете больше сделать. Если хотите. Тогда калорийность будет побольше. Здесь видите, жира нет. Ничего нет. Сметана у меня 10%. Основа кабачок. Грудка. Поэтому блюдо у меня диетическое. Я его делаю себе на ужин. Себе и мужу. Решили мы вот таким легким ужином. Вот так вот. Все. Осталось натереть сыр. И все. И будем сейчас заводить все. Так, ну вот так вот. Вот столько у меня сырка. Немного. Ну все. Заводим наше так называемое тесто. Вот наш кабачок. Я его отжал. Насколько смогла. Сюда наш болгарский перец. Здесь два перца у меня. Так, теперь сюда два яйца. Сейчас маленько взобью. И сюда. Так, сюда же мы наше мясо маринованное, которое стояло в сторонке. В сметане. Немного горчицы у меня тут. Остренькой. Вот так вот. И сюда же все в кучку. Сыр наш, который я натерла. Сейчас будем все перемешивать. Как следует все перемешаем. Вот такое у нас кабачковое, как тесто, масса, из которого мы будем уже выпекать. Все вместе. И сыр здесь, и мясо. Все здесь. Ну немножко вот перчика подбавлю. Все подсолено по вкусу. Ну вот так хорошо все перемешали. Вот такое вот получилось. Все, сейчас возьмем нашу форму разъемную. Будем выкладывать нашу массу. Вот взяла разъемную форму вот такую. Сейчас, ну где-то со столовой ложкой масла сюда вылила. Сейчас хорошо промажу со всех сторон. Форма у меня где-то 26, по-моему, сантиметров она. Я думаю, как раз она будет. Сейчас все сюда выливаем. Печку включила, 180 градусов и минут 40-50 должно выпекаться. Посмотрю, может вначале конвенцию сделаю, чтобы сразу не горел вверх, а чтобы так обдувало. Посмотрю, как там будет запекаться. Если что, конвенцию включу. Нет, могу не включать. У меня и так, и так могу делать. Посмотрим. Посмотрю по самой ситуации. Вот так сейчас разровняю. И все. Как бы я ни отжимала, все равно жидкости много. Все-таки кабачок очень свежий, нежный и в нем сока очень много. Ну, еще тут сметанка, конечно, дала. Яйцо. Ну, вот так вот. Все. Сейчас мы это будем запекать. Нашу запеканку. На ужин нам. Вот такой вот. В общем, сверху должно быть золотистое. Типа корочки запечься. Тогда будет готово. Потихонечку. Сейчас будем запекать. Все. Все. Вот так вот. Все. Сейчас минут на 40-50 поставлю в духовку. 180 градусов. Вот. Получилась моя запеканка. Она очень горячая. Пока я ее не буду доставать, потому что пробовать будет все равно невозможно. Сейчас дам ей немного остыть. Минут 20. Ну, получилось. Вот видите, как красиво все. Сейчас остынет. Будем пробовать. Ну, запекалась она у меня почти час. 40 минут мне было мало. Даже мало 50. Где-то 55 минут, может быть, конвенцию включала, чтобы она сразу не подгорала. Но потихоньку, около часа она у меня запекалась все-таки. Пока жидкость вся испарится. Вот получилась такая красота. Ну, я думаю, что еще и вкусно. Пусть остынет, потом будем пробовать. Ну, все. Вот готова моя запеканочка. Чуть остыла. Вот она у меня. Еще горячеватая, конечно. Вот, смотрите. Отрезала. Ой, горячая. Вот. Горячая. А вот это уже я отрезала. Уже чуть получше остыла кусочек. Вот, смотрите. Вот мяско. Вот филе. Все здесь так красиво. Сплошной кабачок. Немножко перца болгарского я добавила. Вот, смотрите, какая она. Должна быть очень нежная. Кто любит вообще овощное все, я думаю, понравится. Смотрите, как все хорошо запеклось. Со всех сторон. И форму удержит она, в общем-то. Сейчас будем пробовать. Сейчас отломим. Вот. Вот так вот возьмем. Вот, видите. Горячевато еще, но ничего, подую. Ой, как вкусно. Люблю овощное вообще все такое. Такого типа. Очень вкусно. Ужин будет шикарный просто. Ой, хорошая. Ну все. Всем, кому понравилось это блюдо, пожалуйста, делайте. Запекайте. Кто любит овощи, обязательно попробуйте. Вам понравится. Может, вы уже делаете такую запеканку. В общем-то. Видите, как она просто делается. Ну, очень вкусно. Для ужина вообще шикарно. Получается прям прекрасный ужин. Мало калорийный. Ну все. Всем приятного аппетита. Кушайте с удовольствием. Не поправляйтесь. Всем счастья, здоровья. Смотрите мои свежие видео с новыми рецептами на YouTube канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok